...секции динамические системы. Первый докладчик Владимир Бракович. Тема доклада «Бильярдов внутри липсоидов относительно короткие траектории и экстремальной программы». Сусуды, конечно, замечательные. Замечательные сходы в русском городе. Я первый раз здесь, и это, конечно, черта вот этой конференции. Задача принадлежит более широкому кругу интегрированных задач. Бильярдов внутри квадрик, в любой размер, значит, не только плоские. Но это мы еще не начали, потому что техника не работает. Хочу просто воспользоваться временем, паузой, сказать, что... А потом будем бежать за слайдами. Что значит? Задача, значит, исследовать периодические траектории «Бильярда» внутри эллипсоида. Эллипсоид в любой размерности. Конечно, если это плоскость, то это будет внутри эллипса. Потом, значит, если размерность 3, значит, наше пространство, то это внутри двухмерного эллипсоида. И так дальше. И, значит, нам удалось вместе с Мириной и Радовичем, это, значит, совместная работа, рассласифицировать в каком-то смысле полностью такие периодические траектории. Важная часть заключается в методе, которой мы воспользовались. А мы применяли, и это для нас первый раз, методы теории аппроксимации. И мне кажется, что это немножко исключительный случай, потому что мы решаем задачи интегрируемых систем, а, как знаем, интегрируемые системы точно решаемые. А теория аппроксимации, она, конечно, больше принадлежит не интегрируемым задачам, которые нельзя решить точно, а решаемые, значит, тогда методы теории приближения. Вот в данном случае, вот в этой задаче, мы это смогли связать вот эти две, как бы, стороны, интегрируемые задачи и методы теории переприклижения. И, как вы хорошо знаете, вот это исконно русская наука, которая восходит к Чебешову и его школе. Так что это, как и еще дополнительный такой момент вот в таком исконном русском городе. Я, как новичок в теории. Вот русским ученым мне говорит о Чебешову, который, конечно, все знают об этом гораздо больше, чем я. Биллиарды муки и элипса. Значит, это граница, есть две, вот эти, по каменной точке, F1 и F2. И, значит, есть два основных режима. Один режим, это когда мы начинаем, первым этим, это первое, этот отрезок, не пресекает отрезок определенных по каменной точке метода, F2. Когда, тут мы, конечно, понимаем, что играем такой математический билиарг, это значит, что мы забегаем про все эти интересные глубокие физические явления, а просто, значит, считаем, что миллиардный шар, это математическая точка, и что он движется равномерно между ударами, а удар B сводит, и тогда абсолютно другий на границе, значит, что вот этот угол равен вот этому углу. И тогда, если мы начали от этого отрезка, который не пресекает отрезок определенными по каменными точками, то, нахрандражение, новый отрезок тоже не будет пресекать от этого отрезка. И в том случае, значит, главная характерная черта, вот это значит, что существует коника, компактная граница, которая будет, значит, касаться, а на этаже будет касаться траектории вот этой генеральной траектории, вот эта компактная коника, в этом случае, будет элипс. И, значит, траектория может быть периодичной, может быть не периодичной, может быть, значит, иметь бесконечное число вот этих. Каждый день будет касаться вот этого черного элипс. Но, если другой режим, значит, у нас будет у нас снова вот этот элипс. Ага, ну вот, время пошло, Владимир. Время пошло, значит, на моих... Владимир, посмотрите, есть слайд. Вижу, вот, 3, 2, 38. И, значит, я все это расскажу в этой форме. Значит, f1 и f2 Могло случиться, чтобы мы исходили из этого. Значит, первый шаг. И пресекал вот этот отрезок f1, f2. Тогда и следующий будет пресекать вот этот снова f1 и f2. И в этом случае также будет существовать компактная коника, компактная граница, которая будет каркаустикой. В смысле, но в этом случае это будет компактной хипертонность. Касается. И вот, конечно, тут касается. Вот. И сейчас, значит, это то, что я сказал, что мы будем, значит, сказывать интегрируемую задачу бильярда внутри элипсоида с многих членами Челишова. И вот это типа Челишова. И вот эта связь даст нам возможность полностью классифицировать периодически так то. И вот, значит, это совместная работа с Меландией Раднович. И вот мы совсем недавно положили это в эту архив. Пойдем дальше. Значит, вот это я уже рассказал. Пойдем дальше. Вот, значит, то, что я не смог нарисовать вот эта красивая картина в многомерии, да, значит, вместо вот элипса у нас будет элипсоид. Но, как вы хорошо понимаете, вот такую же игру мы можем играть и в многомерии. Вот это, значит, луч, по которому мы добрались до границы. Потом мы можем определить отражение также, потому что этот луч вместе с, значит, нормальной вот этой вот, значит, плоскости он определяет тоже вот однозначно отражение. Вот, значит, обобщая вот, в больших случаях можем определить отражение и любой размерности. Вот у нас, в случае n равно 2, у нас была, значит, в этом случае была элипс каустика, в этом случае теперь вот была каустика. Значит, вопрос, представьте себе теперь, что мы вот находимся внутри, внутри элипсои, да, и играем вот эту игру. Значит, наш бильярдный шар, он идет к границе, отражается к границе, и, теперь вопрос, что будет обобщение вот этой, вот этой картины, будет ли там, как вам кажется, там будет, будь ли каустика, как это будет? Первое, что, что, да, будет каустика, это будет какая-то капокальная квадрика, да, капокальная квадрика, Но как у нас тут было? Если мы уже находимся тут на границе и отсюда смотрим, а понимаем, что мы должны касаться вот этой кустике, то у нас, если мы пришли отсюда, то у нас однозначно будет дальше, потому что существует только две премии, которые касаются вот данного элипса из данной точки. Вот в многомерии, конечно, если у нас не зафиксировали, скажем, один элипсоид каустика, мы находимся на границе, вот на этом элипсоиде границы, то, конечно, тогда будет бесконечно много, континуум много вот этих возможностей, и это слишком много. А ответ заключается в том, что существует не одна каустика, одна компакальная квадрика, а две в трехмерном случае. То есть тут n равно 2, каустика одна, в трехмерном случае n равно 3, а каустика две. И в больших размерностях, значит, для размерностей n, каустика будет n-1. Утим не менее, даже если венеральном 3, каустика две, легко почитать, что все эти точки, значит, на границе элипсоида будут четыре общее, бикасательные на два заданных, на две заданные каустики, будет четыре. И билетная задача нам говорит, если вы, значит, пришли в эту точку из одной из этих четыре возможных прямых, то оттуда, отражая свой элипсоид, значит, однозначно определять, каким путем идти дальше. Вот остальные два выбора соответствуют другими двумя компакальными квадриками, которые пресекаются в этой точке, и выбирая их за границу бильярда, получали бы остальные две возможности. Вот это показывает, почему нам надо заниматься именно бильярдной задачей, потому что в простом случае мы могли, как это делали классики, как это делали панцелле, мы могли не заниматься бильярдной задачей, мы могли поставить вот эти две коники, не обязательно в компакальное положение, а вот, значит, в произвольное положение, и играть такую игру. Значит, начинаем с, скажем, с этой игры красной, вот касаемся черной, насекаем красной, касаемся черной, насекаем красной и так дальше. И могли вообще, значит, не упоминать о бильярдах, но если тогда это, пытаемся общить многомерию, из-за этой многозначности и трудности, которые определяем только тем, что мы задаем на самом деле бильярдный закон. Ну, в четвертом случае, это, значит, панцелле 1812 года, доказал следующую теорию, что вот в данном случае, если заданы две коники, как вот эта красная и черная, если исходить из одной точки и проделывать тот процесс, о котором я говорил, и если получится так, что после, скажем, K1, тут 5, мы вернулись в исходную точку, то тогда теориям панцелле говорит, что такое же поведение будет, исходя из любой другой точки. Опять, через K вот этих шагов мы вернулись в исходную точку. Это теория панцелле. Она говорит, значит, ее, конечно, можно применить и на случай вот этих бильярдных задач, которые в каком-то смысле специальные случаи вот это, но на самом деле и не очень специальные. И вот это нам говорит, что нету смысла ставить задачу, сколько там периодических траекторий. Если есть одна, то их автоматически бесконечно много. Но задачу надо ставить так. При заданной границе, скажем, в этой красной элипсе, сколько каустик, которые позволяли периодические траектории заданного периода. И вот в многом мире будем решать точно такую же задачу. Заданый элипсоид в инверном пространстве. Сколько существует наборов n-1 конфокальной квадрики, такие, что они будут определять траекторики, которые будут периодически в заданном периоде. Вот эта задача имеет смысл. Мы начали изучать структуру этих траекторий, начиная с относительно коротких траекторий, периодических траекторий, в которых период относительно короткий. И мы будем заниматься этой задачей внутри элипсоиды. Но в более общей постановке, когда тело, внутри которого занимается бильярдом любое тело, то существует набор статьи, вот это данные для полного обзора, в которых устанавливаются условия, при которых существует траектория в демерном пространстве, в демерном пространстве с не больше чем д плюс один, периодом не больше д плюс один. Но вот эти все результаты, они соответствуют в плоскости известной теории Бирхофа. Задана выпуклая кривая, любая неэлипсоид, любая выпуклая кривая, и тогда, значит, там есть оценка Бирхофа, что всегда существует, по крайней мере, две геометрически разные при заданных числах уращения и периода. Ваши задачи. Да, значит, мы будем заниматься случаем бильярд внутри элипсоида, и чтобы правильно поставить задачу, надо еще понять, что, типа, в прошлом случае есть специальные траектории. Вот это траектории периода 2, и они получаются, когда мы движемся точно по асям, либо по большой, либо по маленькой, но, значит, это периодические траектории периода 2. n равен 2, и период равен 2. Но вот эти специальные траектории, они в очень специальном положении, они находятся на двух вот этих прямых. Каждая находиться на одной прямой. То есть, обобщая это, мы будем говорить, что траектории в разменности d, которые целиком лежат в подпространстве разменности d-1, вот такие будем считать несущественными. Такие будем считать несущественными. И, значит, существенными будут те, которые, значит, если мы говорим о демерном пространстве, которые не находятся ни в никаком пространстве меньшей размерности. Вот. Ну, вот это я объясню. Пошли дальше. Вот это я уже смог объяснить. Поэтому я эту задачу, конечно, решил, но как большой мастер математики и преподавания, он в этих своих лекциях до того, как решить самую эту знаменитую задачу, он решил немножко более простую задачу. Он проинтегрировал уравнение прямой в демерном пространстве и получил вот эту систему, значит, уравнений для валютических координаток для прямой в демерном пространстве. И, как бы, я это знал уже 15 лет, и мне всегда это, как бы, немножко оказалось, что излишне, почему бы и там, в Якубе, в своих лекциях решал такую невероятную задачу. Оказывается, на самом деле, это очень полезное, очень полезное умение, которое мы имеем благодаря Якубе. В этих знаменателях стоит квадратный корень из номерчлена, а номерчлен это а1 минус лямбда до а2 минус лямбда, а1 минус лямбда, а2 минус лямбда, а2 минус лямбда, где а1 до а2 это были эти параметры, которые определяли кабукальное семейство квадрик. Значит, а1 до а2 они определяют, они приходят с кабукальным семейством, а а1 до а2 минус 1 это эти каустики заданы прямо. Значит, мы видим, что тут, значит, есть это d-фактор, который приходит из кабукального семейства, и d минус 1, который приходит из каустики. В целом это номерчлен степени 2d минус 1, и мы видим, что тут речь идет о гиперэллиптической гиперэллиптической кривой и у квадрат равняется квадрат ламбда, так как это номерчлен степени 2d минус 1, нам легко считать, что это, эти кривые будут рода, сколько? 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 Значит, 2g плюс 1 равняется 2d минус 1, значит, род g равняется d минус 1. Когда d равен 2, g равно 1. Вот здесь, в прошлом случае, будут эллиптические кривые, а при d равен 2 будут гиперэллиптические кривые рода 2, и пошло дальше. Спасибо большое. Значит, это, конечно, увлекательная задача, и мы ей занимались достаточно давно. Но я попробую еще сказать пару слов. Значит, мы переходим с координатой карты на координаты якобы, и эти координаты, значит, мне кажется, что можно представить так. Представьте себе, что у вас проспект, скажем, демицинский проспект в Москве, в котором не несколько таких параллельных нормальных линий, а вот, значит, они такие, порядочные. Вот эллиптические координаты, они так меняются, в каждой координате, соответственно, своя демицинская линия, она идет вот, одна эллиптическая координата идет так, монотонно с одного канца от двух, а потом монотонно обратно. В то время другая кардината, она идет туда, потом обратно, третья тоже идет туда, потом обратно, но они, конечно, могут быть измерить и не измерить, и каждая линия имеет свое поведение. Но важно то, что вот эллиптические координаты, значит, двигаются монотонно, от одного конца интервала к второму, там, как бы, как троеки задали подачивать, и идут обратно. То есть нет ничего такого, чтобы они решили так. Такого нет, они просто идут, как троеки задали. И можно, значит, исследуя вот это поведение эллиптических координат и эти уравнения, якобы их игрируя, мы можем, значит, улучить уравнение, как это связано, значит, эти числа, сколько раз пробежала одна эллиптическая координата, сколько вторая, сколько третья и так далее, пока мы не обошли один полный оборот по периодическому проекту. Но надо поговорить немножко о характере вот этих конечных остановок. Характер конечных остановок. Вот первая конечная остановка, первая, первая конечная остановка соответствует границе бильярдов, от которой мы отражаемся. Вот это, вот это дело. Потом следующее, это либо соответствует вот этому одному из этих АИ, которые определяют капукарное семейство, которые соответствуют соответствующей гиперплостности, координатной гиперплостности, либо это одна из каустик, либо это одна из каустик. Потому что, и теперь вопрос, как они, как они уходят? Вот это первое, это все их границы, потом, может быть, идет один, а может идет авто один, потом идет снова, либо каустика, либо одна из гиперплостности и так дальше. Вот то, что очень простое, очень простое, значит, наблюдение, что вот идем мы по периодической траектории, идем по периодической траектории, и, значит, очевидно, мы должны заданную координатную гиперплостность, мы проходим четное число раз, четное число раз. Вот это простое наблюдение будет очень важным. Это значит, что если какая-либо из этих конечных остановок по своей природе, она происходит из этих АИ, то значит, что вот этот троллейбус, он должен сделать четное число вот этих приближений по вот этой линии, пока мы сделали один оборот по периодической траектории с другими словами. Если есть нечетное число, если есть нечетное число, то обязательно оба конца должны быть каусты. Вот это, если уже запомнили, то это очень хорошо, пошли дальше. И вот, значит, интегрируя уравнение Якоби, мы можем, значит, прийти к такому уравнению, и тут, конечно, есть немножко техническое, что у нас есть гибридическая кривая, а вот это рукописное А обозначает отображение Абеля и Якоби с этой гибридической кривой на соответствующей якобиан этой кривой, но вот эти коэффициенты ns, они до нас знают, они соответствуют вот этим M1, M2 и M1. Пошли дальше. И тут маленькое это руководство по ведению теории гибридических кривых. Пошли дальше. Но, конечно, мы тут говорим о координатах Декарта, в которых мы изучаем периодические траектории, а переходим по техническим причинам к эллиптическим координатам. Но мы же знаем, что эллиптические координаты, что вот это соответствие не один один. Если у нас эта точка находится здесь, то и вот эта точка, и вот эта точка, и вот эта точка имеют те же самые эллиптические координаты. То есть изучая периодичность эллиптических координат, мы можем получить какой-то периодичность, но с немножко другим периодом по отношению к прекрасным переменам. Из-за этого, чтобы это учесть, тут есть это немножко, значит, надо сделать какое-то преобразование, но хочу сказать, что эти числа M0, M1, 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 M0 это период, а M1, M2, D, вот эти числа, которые я определил здесь, их будем называть числами оборотов, да? Числами обращения. Числами обращения, да, в заданной этой траектории. Пошли дальше. И, значит, у нас заданники А1 до Аd, А1 до Ад-1 со целью 케이кузтиками, но мы не знаем, как они упорядочатся. Есть теорема Оден, которая показала, что вот это не может быть произвольным. То йоти каустика дала находиться, если мы упорядочим все эти числа совместно, то между 2G-1 или 2G-1. Вот это будем называть альтернативой Оден. И благодаря вот этому свойству, которое я вам сказал, что проходя через, мы должны два раза проходить с каждой эту гиперплоскость, то можем сказать, что это вот это, значит, очертности и нечертности вот этих числов. И благодаря вот этой альтернативе Оден мы видим, что два последовательных этих числов решения не могут оба быть нечертны. Пошли дальше. И, значит, можем показать, что тогда, значит, если мы занимаемся траекториями 4G-1, они имеют единственный тип своих хаустик. Это будет в парах хаустик того же типа, либо еще один эллипсоид, если D нечертный, пошли дальше. И это вопросы, которыми мы будем заниматься, значит, это единственность и так дальше, и свойства этих числов решений. Пошли дальше. Вот, значит, мы где-то 15 лет назад видели такое условие на эллиптический период период, где, значит, равен определенной прямоугольной матрицы типа Ханкера должен быть меньше, чем что-то, где вот эти моменты, это коэффициентное разложение интеллора вот этой гиперлиптической пункции. Но это можно приписать в таком полиномиальном виде, что вот, значит, это типа AD аппроксимации. Вот это, значит, это условие можно записывать как условие существования многочлена степень n и n-d, так, чтобы вот они аппроксимировали вот эту гиперлиптическую функцию заданного порядка. Пошли дальше. И это нам, значит, показывает, что на самом деле описание периодической факторы можно приписать, как функциональное уравнение PL. Вот это уравнение, значит, где эта P с крышечкой соответствует этому нашему P, который определяет интеллитическую пилу с каким-то несущественным преобразованием, а TAO1 до TAOd будут значать число нулей вот этого решения COIN-D на заданных вот этих интервалах. Пошли дальше. Вот. И, значит, так как это решение уравнения PL, это, значит, будет соответствовать вот этим экстремальным инструкциям на системе, не на одном интервале, как это в случае Чебешова, а на системе интервалов. И, значит, позже с известной теоремой, которая принадлежит, может быть, не самому Чебешову, но его школе, мы можем показать после следующей теоремы, значит, что числа вращения, они связаны между собой очень жестко, то есть MGT вот этот, он соответствует MG плюс один плюс TAOJ плюс один, а другими словами, значит, в специальном случае, значит, видим, что они жестко упорядочены. Они жестко упорядочены. Сколько? Все. Хорошо. Вот это основная теорема, доказательство этой теоремы, оно заключается, кроме вот этой, значит, теоремы Чебешова, еще на очень тонком результате Украина, Левина и Мудельмана, которые установили, что для новостейного типа Чебешова вот эти числа, MG, они вычисляют число точек альтернанса на системе интервала, которые упорядочены по множеству друг друга, другими словами, что вот это число точно упорядочено. Вот, значит, мы получили полную информацию о структуре вот этих числа, и теперь дальше можно, значит, дальше можно каждой траектории кодировать вот таким словом, которое состоит из упорядоченных числа вот этих числа. Вот, например, значит, если мы... И так можно описать все траектории в другой размер. Вот, значит, если четыре периодические траектории, то их будет 4,3,2, если 5, то это будет 5, 4,2, если 6 периодически, то будет 6, 4,6, 5,6, 5,6. Спасибо.